С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня по просьбам наших пользователей мы расскажем вам еще об одном интересном, относительно молодом плотном звездном скоплении, которое расположено в районе галактического центра нашего Млечного Пути. В англо- и русскоязычных источниках оно имеет собственное имя квинтуплет, а в источниках славянских стран пять близнецов. Если брать истории открытия этого скопления, то оно было первоначально идентифицировано в 1983 году как пара инфракрасных источников при обзоре центра галактики в диапазоне 2,5 микрона. Открытие в то время нашло свое отображение в работе группы японских астрономов. Эти два источника были пронумерованы 3 и 4 и позже их стали обозначать аббревиатурой GCS от Galactic Center Source, то есть источник галактического центра. Позже GCS3 был разделен на четыре источника, обозначенных римскими цифрами от 1 до 4. Они вместе GCS4 образовали компактную пятерку необычайно ярких объектов. Отсюда, как вы понимаете, и происходит название скопления квинтуплет, что в переводе обозначает пять близнецов. Уже тогда предполагалось, что все обнаруженные источники — это не что иное, как молодые горячие и очень светящиеся звезды или протозвезды, скрывающиеся за толщей пыли и газа центральных областей плоскости нашего Млечного Пути, которые из-за рассеивания и кажутся нам сильно покрасневшими. В дальнейшем в этой области были обнаружены и другие подобные источники, намного слабее первой пятерки. По состоянию на начало 90-х годов прошлого века 15 из них были изучены более или менее подробно на нескольких длинах волн. Чуть позже их начали озаглавливать латинской буквой Q, как начальное в названии скопления, или же аббревиатура GMM от первых букв в фамилиях авторов исследования по ним — Иоанна Гласа, Андреа Манетти и Алана Мурвуда. Со временем астрофизики уверовали в то, что исследованные ими источники все же являются протозвездами, то есть светилами на стадии своего формирования. Первые пять из них были обозначены как Q1, Q2, Q3, Q4 и Q9. Однако уже в 1994 году у нескольких таких объектов были обнаружены широкие линии излучения гелия в спектрах, а у некоторых узкие линии излучения водорода. Подобное никоим образом не соответствовало теориям, касающихся протозвезд, поэтому по сути дела все это окончательно убедило исследователей в том, что перед ними хотя и молодые, но все же достаточно развитые полноценные звезды. Вскоре две звезды широкими эмиссионными линиями были классифицированы как звезды Вольфа Райе, а третья была выделена как яркая голубая переменная типа С Золотой Рыбы. Забегая наперед скажем, что это была небезызвестная звезда Пистолет или ЖВ 4647 Стрельца, которая считалась на тот период самой яркой в нашей галактике. Если брать по положению на небосводе, то квинтуплет будет располагаться в направлении созвездия Стрельца у самой границы со Скорпионом на прямом восхождении в 17 часов 46 минут и почти 14 секунд, при южном склонении в 28 градусов 49 минут и почти 48 секунд. Скорее всего нас разделяет порядка 26 тысяч световых лет или же около 8 килопарсек. Пять близнецов наблюдается в 12 угловых минутах к северо-западу от галактического центра и нашей сверхмассивной черной дыры Стрелец А со звездочкой. А это всего лишь в каких-то 100 световых годах от них. Совсем поблизости расположено еще одно подобное, но более компактное скопление из молодых массивных и горячих звезд скопления Арки, о котором мы вам уже рассказывали в одном из наших предыдущих видео. На данный момент скопление квинтуплет насчитывает более 600 звезд. В нем обнаружено на данный момент несколько красных сверхгигантов, две яркие голубые переменные, плюс еще одна такая же звезда, так сказать убегающая, выброшенная из кластера гравитационно. А также 21 звезда Вольфа Райе, что делает пять близнецов первым в списке аналогичных скоплений по количеству звезд этого типа. Видимые размеры на небосводе квинтуплета составляют порядка 50 угловых секунд, что с учетом расстояния до наблюдаемого объекта может соответствовать реальным размерам поперечники порядка двух парсек. Общая масса скопления оценена астрономами примерно в 10 тысяч солнечных масс, а возраст с учетом доли проэволюционировавших красных сверхгигантов от общего числа светил порядка 4 миллионов и 500 тысяч лет. Предполагается, что звездообразование в скоплении происходило поэтапно в шахматном порядке, что может объяснять одновременное существование в нем как красных сверхгигантов, так и благополучно живущих ярких голубых переменных, жизненный цикл которых, согласно существующих моделей, не должен превышать трех миллионов лет. Теперь давайте немного поговорим о наиболее известных светилах квинтуплете. О самой прославленной в нем звезде пистолет мы долго не скажем, так как о ней у нас есть отдельный выпуск, ссылка на который есть в описании этого видео, а также в верхнем правом углу плеера в напоминаниях. Скажем лишь о том, что это довольно нестабильная яркая голубая переменная, уже выбросившая достаточно большое количество своего вещества в космос. Она является наиболее вероятной кандидаткой на взрыв сверхновой в ближайшее время. V4650 Стрельца или же QF362. Это также яркая голубая переменная, однако в отличие от звезды пистолета она не столь славится своими извержениями. Поэтому туманности в ее окрестностях из выброшенного материала не наблюдается. Это одна из наиболее ярких звезд. Ее балометрическая светимость оценивается от 1 миллиона 700 тысяч до 2 миллионов светимостей Солнца. Температуру на ее поверхности оценивают в 11 300 Кельвинов. При массе примерно в 46 солнечных она имеет радиус около 350 радиусов нашего центрального светила. Если завершать разговор о ярких голубых переменах в квинтуплете, то нельзя ничего не сказать и о V4998 Стрельца, которая, по всей видимости, была выброшена из скопления гравитационно. Масса этого светила, по оценкам различных источников, составляет от 45 до 58 солнечных масс при радиусе в 463 радиуса Солнца. Ее светимость составляет порядка 4 миллионов светимостей нашей центральной звезды, а температура на ее поверхности может даже превышать 12 тысяч Кельвинов. V4998 Стрельца окружена большой выбросной туманностью диаметром около 2,5 световых лет, имеющей массу порядка 6,2 масс Солнца. А это может свидетельствовать о том, что звезда мощно извергалась вперед от 5 до 10 тысяч лет назад. Что же касается звезд Вольфа Райе в квинтуплете, то они все каталогизированы под общим номером 102 и приставным одиночным или же чаще двойным индексом из прописных латинских или же английских букв. Среди звезд этого типа выделим для своего рассказа всего лишь две наиболее яркие из них. Звезду WR102HB считают самой яркой в скоплении. При массе около 65 масс Солнца и радиусе порядка 90 солнечных радиусов она, имея азотную последовательность, в общем излучает на 3 200 000 светимостей нашей центральной звезды. Хотя тут стоит сказать, что в различных источниках этот показатель указан по-разному, поэтому встречаются его как большие значения, так и намного меньшие. На второе место по светимости в скоплении ставят также звезду азотной последовательности, обозначенную как WR102EA. Ее балометрическая светимость оценивается астрономами в 2,5 миллиона светимостей Солнца. Отметим также колоссальную температуру на ее поверхности в 25 100 кельвинов, а также массу 58 масс Солнца при радиусе 86 солнечных радиусов. В конце нашего выпуска скажем о том, что несмотря на пристальное внимание ученых к скоплению квинтуплет, оно продолжает оставаться довольно малоизученным. Это в частности можно сказать о красных сверхгигантах в кластере, о которых не известно практически ничего, а также и о голубых гигантах спектрального класса О, характеристики которых в разных источниках порой даже противоречат друг другу. Почти неизведанным полем является и большинство звезд Вольфа Райе, а поэтому возникает сейчас очень много вопросов по их кратности светимости массе и происхождению. К сожалению также отметим и то, что в русскоязычных источниках уровень освещенности темы скопления квинтуплет уверенно стремится к нулю. А поэтому с оптимизмом на будущее в этом плане канал Видеоньюс благодарит всех вас за внимание, выражая надежду на то, что изложенная нами информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok